Президент Украины Зеленский назвал ключевой целью наступательной операции ВСУ в Курской области создание буферной зоны. Основная задача наших оборонительных действий – уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора, наша операция в Курской области, заявил президент по вчерашнем обращении. А сегодня сказал, что главком доложил и о новых деталях операции в Курской области, достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. То есть вот такая буферная зона и, по сути, пополнение обменного фонда, что для нас, безусловно, очень важно. Как думаете, вот те неподтвержденные пока информации о том, что ведутся переговоры? Насколько я знаю, переговоры всегда ведутся на ту или иную тему, обмен пленными или другими. То есть диалог, он всегда, тем более, что обсуждать есть что. И вот, в частности, вопрос возвращения людей, он всегда актуален для любой страны. Но вот сейчас Путин, который делает вид, что ничего, все нормально, да нет там, условно, их там нет, нас там нет, да никого там нет. Ходите по той Курской области, что хотите, только я вот в Баку, в общем. Значит, как думаете, пойдет ли он навстречу вот здесь по обмену? Ну, все-таки не Красиковых брали в Курской области, а срочников, которых, ну, которых до Путина не жалко. Да кого ему жалко, ну, кроме Красикова? Нет, как раз я думаю, что пойдет, речь пойдет, и, скорее всего, все получится. Потому что ему важны эти самые срочники. Тут вопрос именно в срочниках. В срочниках есть папа и мамы, и братья и сестры. И это гораздо важнее, чем любые контрактники. У контрактников никого нет. Контрактник – это, как правило, человек без прошлого и без имени. И человек, который за бутылку водки, грубо говоря, продал свою жизнь и пошел воевать. И поэтому его никому не жалко особо. И, наоборот, он как бы расходный материал для всех. У него нет семьи, которая будет бороться за то, чтобы его куда-то там вернули. Это, так сказать, деклассированный элемент в основном, как мы видим, допросы контрактников. А посмотрите, сравните с допросами срочников. Там вполне себе бывают интеллигентные ребята. И у них есть родители. И у родителей, бывает, есть деньги. И вообще эти родители где-то живут в каких-то больших городах вполне себе, а не только в диких деревнях Бурятии. И вот эта сила Путину вообще никак не нужна, чтобы какие-то родители контрактников устраивали какие-то протесты или что-то такое. Нет, нет, нет. Он их захочет вернуть очень сильно. Я думаю, сейчас переговоры идут о том, сколько нам за каждого срочника положено. То есть сколько и кого, что может быть и не один к одному именно за срочник. Вот такая история. Поэтому это очень хороший обмен будет, возможно. И это, как раз, я думаю, то, к чему вполне можно прийти. Не вижу препятствий. Про Лукашенко я что-то забыл. Хотел уточнять уточняющий вопрос. Он же там говорил, Попов приезжал к нему, записали интервью. И Попов там с таким пиететом. А если вдруг, а красную кнопку готовы нажать? Значит, как бы весь мир понимает, что красная кнопка-то не у Лукашенко, у Путина. Путин не отдавал ему оружие, не передавал ему оружие. Он размещал, и то неподтвержденная все-таки информация. Якобы размещал российское оружие на территории Беларуси. То есть не отдавал эту кнопку управления. Но Попов подыгрывает эго Александра Григоровича. Он растекается в удовольствии. Ой, ну мы будем. Ну, не с Володей. Ну, так подразумевалось. Значит, с Володей будем созваниваться. Мы такие важные. Но при этом он говорит, что никаких красных линий не будет. Одна красная линия – это государственная граница. Государственная и союзного государства. Вот только вы на нее наступите. И дальше вам, значит, будет плохо. Михаил, подождите. А он новости не читает. Или он Курскую область вычеркнул из состава союзного государства. То есть где уже она какая-то автономная республика. Да-да-да. Вот и получается как бы странно, да, что мы же уже на все наступили. Что вдруг-то? Это вот что такое Лукашенко говорит? То есть очевидно, что он говорит не то, что он сам там, да. Он говорит то, что он согласовал с Кремлем. Говорит это по просьбе Кремля. Я думаю, что прямо вот так это дело и обстоит. Это все сказано по просьбе Кремля. И да, сделать вид такой, что нет никаких войск нигде. Ну, как бы, а что? С Лукашенко какой спрос? Россияне, что его спрашивать не будут? Мало ли, что он сказал. На Беларусь же не было нападения. Ну и все. А Путин нож мне не позвонил, не сказал, скажет Лукашенко, что на него напали. Я же откуда знаю. Я политикой не интересуюсь, скажет Лукашенко в любой подобной ситуации. Да. Поэтому вот такая нехитрая разводка со стороны, да, в два лица они играют Путин и Лукашенко. Решили назначить, я же говорю, Лукашенко пресс-секретарем Путина на время боевых действий. Ну и все его заявления, как всегда, он же как бы несет такое колесицу, за которое он потом никогда не собирается отвечать. Он все время скажет, это что? Шпиц попутал там или еще что-нибудь. У него много разных есть теорий. Поэтому... И вообще, говорит, я же болею, ухожу в отставку. Вы же знаете, у него еще прямо в том... Он в отставку заодно уходит. Понятно, что он никуда тоже не уходит. Не сегодня, не сегодня, говорит, не нервничает. Да, не сегодня, вот. Поэтому с него спрос-то никакого, с этого Лукашенко. Вот. И так и происходит. Сегодня интересная вещь произошла, прям такая забавная. Только что видел кадры. Ну, похоже, что не фейк. Вроде как прям подтвержденный. Что в Курской области танк с белорусским флагом, но флагом независимой Беларуси свободной, БЧБ флагом. Вот. Потому что есть эти белорусские подразделения какие-то в составе ВСУ, где воюют белорусы. И у них есть танки свои. И вот там один из танков с белорусским флагом. То есть получается, что как бы свободная Беларусь зашла на территорию России. Вот интересно. Да, это тоже интересно. Не, ну у нас же есть полк Калиновского. Да, но там есть как-то... Я не вспомню сейчас название, как называется это подразделение. Тор, по-моему, или что-то такое. Типа тоже какие-то белорусы вот со своим флагом. Так сказать, ТУР. Да, танковое подразделение ТУР, состоящее из белорусов и входящее в ВСУ. Так, еще про Путина. Он подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые хотят переехать в Россию ради традиционных ценностей. Как сказано в указе, документ касается иностранцев и лиц без гражданства, которые хотели бы переехать в Россию из-за неприятия политики их родной страны, навязывающей деструктивные, неолиберальные, идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-народственным ценностям. И вот как будто бы вот этот крепный, я не знаю, съезд собирает Путин, вот будут, не знаю, березовую кору целовать, значит, с иконами танцевать, если это не противоречит традиционным ценностям. Но это, во-первых, это тоже все происходит на фоне Курской области, там где, да вот вам по 100 баксов, делайте, что хотите. Но, господа панове иностранцы, те, кто предпочитает квас в Кока-Коле, давайте к нам. Ну, у них там действительно сейчас, как бы с каждой же политикой идет отдельно одна от другой. Я имею в виду, что есть отдел внутренней политики, есть отдел внешней политики. За вторжение Украины в Курскую волость отвечает, естественно, внешняя политика. А за, там, скажем, вот это, как это называется, интеграцию иностранных граждан в Россию отвечает внутренняя политика. Ну, и они же показывают, у них несколько было сейчас фотографий, они распространяли, что вот семья там из штата Алабама переехала в полном составе, в десятером в Российскую Федерацию, потому что узнала, что в России свободная страна. Такие же были, как их называют, как бы это сказать-то, фрики, что ли. Такие фрики были же, помните, которые к Сталину ехали. Тоже, типа, ну, Сталин же вождь всех свободных людей в мире. И они во все это верили. Ну, наивные люди там, да, типа, социализм, это хорошо. Такие люди были. Они потом все оказались в сталинских лагерях. А прямо в 20-е и 30-е годы такие люди были, которые из Америки, из Европы уезжали именно с семьей. Вот все, про это множество художественной литературы есть. Эту тему документальную, наверное, тоже, наверное, документальную не читал. И сейчас это все, конечно же, отдельные люди такие существуют. Это правда. Они прямо есть. Ну, всяко человек послушал Такера Карлсона и узнал, что, оказывается, Москва лучший город мира. И поехал, послушав Такера Карлсона. Но потом его обменять надо на Такера Карлсона, таких людей. Но когда их там посадят в России... Ну, был же недавно, Михаил. Вот же недавно был случай, когда американский какой-то турист в гостинице там что-то обматерил администратора, а потом пришел полицейский. Он полицейскому Тумаков надавал. Его сначала на две недели, а потом на два месяца закрыли. Значит, в СИЗО, ну вот, пополняет Москва-Россия новый обменный пункт. Это, к сожалению, да. Это, к сожалению, происходит вообще в полный рост. Потому что вот, кроме этого случая, который вы указали, там еще одну девушку задержали, и уже присудили, по-моему, ей, сколько там лет тюрьмы, за донат в 40 долларов, 50 долларов, что-то такое. Ну, она в рублях его, по-моему, донатила. Она гражданка США. Гражданка США. И она задонатила, находясь не в России. А потом поехала в Россию на двойное гражданство, у нее российско-амереганское. И вот у нее нашли в телефоне, что она задонатила эти 40 долларов на ВСУ. Ей дали несколько лет тюрьмы. Вот вам еще одно пополнение фонда. И мне кажется, что есть только одно спасение. Ну, это как бы, вот это прямо глупость. Это чиновничья глупость сейчас в Европе и в Америке происходит. Ну, они просто как будто отказываются верить в эту примитивную логику Путина. Что он нахватает любых иностранцев, чтобы потом обменивать на своих убийц. Просто любых. Как он же взял первых попавшихся. Ну, те, кого обменивали, те же были первые попавшиеся люди. Гершкович, что он, он что, действительно шпион? Нет, первый попавшийся человек. Просто американец, мы его поймаем. И вот этого американца, и вот этого. Вот, и кого они там поймали-то, кстати. Вот, я вспомню. Эту журналистку, которая журналистка Радио Свобода из Праги, поехала в гости в Казань. Ну, естественно, ее там арестовали. Просто за то, что она журналистка Радио Свобода. Да еще имеет российское гражданство. И американское. И вот ее сейчас выменивали. И ведь так будет бесконечно. Есть только один способ от этого защититься. Только один. Который применяет Израиль в полный рост. Потому что в Израиле есть список вражеских стран, с которыми Израиль находится в состоянии войны. Это Иран, например, там, Йемен, Пакистан, Ливан, Сирия. Если гражданин Израиля едет в любую из таких стран, ну, например, у него там бабушка в Ливане. Может же быть такое? Может быть, что гражданин Израиля, бабушка в Ливане. И он поехал к бабушке отвезти ей варенье, например. И успешно вернулся. Его не арестовали ливанские власти. Но в Израиле об этом узнали. То его посадят в тюрьму в Израиле за это. За сам факт визита в Ливан человека посадят в тюрьму. Если он с двойным гражданством, например, человек. Ну, вот я, например, если бы я получил, там, не знаю, какой-то второй гражданин. У меня бы нет, но вот я получил и поехал бы в Иран в гости к дедушке своему. Не по израильскому паспорту, а по другому. И тоже благополучно бы вернулся. Меня бы посадили в тюрьму в Израиле за этот факт. Почему? Потому что как только я еду в Иран по другому паспорту, не по израильскому, я подвергаю опасности всех жителей Израиля. Потому что, ага, сейчас меня арестуют в Иране. Дальше что произойдет? Меня арестуют, и Иран скажет, хотим обменять. На кого? На убийцы с Хамаса. Вот там 10 убийц из Хамаса отдавать из Штельмана. И Израиль обменяет, потому что он обменивает своих. И эти 10 убийц из Хамаса кого-то убьют потом в Израиле. И получается, что это из-за меня все. Из-за того, что это моя глупость, что я поперся в этот Иран. Вот сейчас, вообще-то, хорошо бы цивилизованным странам тоже, может, Дания подаст пример, и ввести закон, что вам запрещено ездить в Российскую Федерацию. Ну и в Беларуси, естественно, до кучи. Запрет, что это уголовное преступление поехать в Россию. Для иностранца должно быть. Ну, для жителей цивилизованной страны. И это, иначе вы подвергаете риску, вот человек, который поехал сегодня туристом в Россию, подвергает риску обычных жителей Германии, которых завтра Красиков будет убивать. Вот. Поэтому это какая-то такая детская наивность ездить сейчас в Россию. Ну как? Ну война закончится, тогда и будете ездить после разгрома российской армии, гибели Путина и так далее. А до этого, ну как вы можете ехать? Вы же англичане с туристами не ездили в фашистскую Германию в 44-м посмотреть, на как там мюнхенских оладушек покушать? Не ездили вообще. Я не помню таких случаев. Интересный случай произошел недавно в эфире у Соловьева. Казалось бы, ну, не хотелось бы в праздничном эфире тем более говорить, называть эти фамилии, но тем не менее у Соловьева Шахназаров начал говорить интересные вещи. Цитата. Мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Мы, то есть Россия, говорит Шахназаров, можем, восклицательный знак, если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. Конец цитаты. И, значит, Рудольфович стоит, кивает. Ну, он, правда, потом сказал, что, ну, если нам конец, что и всему миру конец, ну, как бы, ну, ладно, это в его стиле и духе. Но вот в целом вот такой спит Шахназарова о том, что, как так, где победные реляции, а где вот мы весь мир в труху, до основания, а затем. А тут, получается, все, мы уже можем проиграть. Давайте рассматривать варианты. А нет указания. Мне кажется, в этом проблема у них. У них сейчас, если вы посмотрите в целом пропаганду России за последние, там, две недели. Ну, опять, я, конечно, все подряд не смотрел, какие-то выжимки, выборки, там, то, все. Ну, если бы было, я бы не пропустил, наверное. Они же ничего не говорят про Курсковность. Ну, в смысле? Подождите. До этого говорили, что, да что, если они выстрелят по Крымскому мосту, мы там в труху весь мир и Германию снесем. Если они дадут Таурус, мы снесем Германию. Если они дадут там это, мы снесем то, сё, пять, сятое. Они объявят в розыск, не дай бог, Путина, мы снесем Нидерланды атомной бомбой. Все это было. А сейчас ничего. Ладно, я сказал, Путин ничем не грозит. Но эти ничем не грозят нам, пропагандисты. То есть у них, им не спустили партийную линию, это очевидно. Кто им должен был спускать партийную линию? Давайте зададимся вопросом. Песков, конечно. Ну, как, кто формулирует-то ее? Там сидит администрация президента России. Кириенко какой-нибудь там сидит, который за это отвечает, Песков отвечает за формулировки, безусловно. Они пишут выжимки, так сказать, месседжи, отправляются это на все каналы. А этого нет ничего. У них нет инструкций. Потому что главный ничего не сказал Путин. Песков тоже ничего не мог сказать. Но они выпустили там мелочевку, типа Венедиктова там немножко попропагандировать выпустили. И он там начал какую-то рассказывать опять про это все для улучшения мирных переговоров. То есть такое то, что успел услышать от Медведева, от Путина, а дальше все, тоже замолчал. Все замолчали. И Соловьев молчит, потому что нет генеральной линии партии. Он же не может ее сам придумывать. Так можно и партбилет на стол, если не то придумаешь. Вот интересно, как 13... Пусть Шахназаров сам подставляется. Конечно. Конечно. Шахназаров сам подставился. Ну, по глупости, видимо. Соловьев-то, конечно, поумнее Шахназарова будет. Недаром он все-таки главный в этой банде. Он подставляться не стал. И это прямо классическая ситуация у Галича, еще описанная, как указание почему-то ценное, так ведь нет его указания. Когда там в брахолку приносят пластинки с выступлениями Сталина в антикварный магазин. И непонятно, как оценивать. Это как бы он гений или нет? Как бы нет указания. То ли гений он, то ли нет еще. И дальше человек этот, который работает в брахолке, он, знаете, как выкрутился там в стихотворении Галича? И даю я ей свои кровные. Продавцы вокруг удивляются. Они, может быть, деньги скромные, но ведь тоже зря не валяются. То есть он взял и на свои деньги выкупил эту пластинку. И как бы убрал. То есть не за счет магазина, а за свой счет. То есть вроде как спросят, почему выкупил, так я не выкупал. Вот же пока все ничего не проходило. Но дальше пронюхали все вокруг, что оказывается, можно так пластиночки-то сдавать со Сталиным. И вот он дальше пустил. В пух и прах пошла дачка в Кратове. Волга-матушка мое детище. И сверлит мне мозг многократный. То ли гений он, а то ли нет еще. Указания почему-то ценные. Так ведь нет его указаний. И сейчас там, представляете, как крутятся все вот эти на табуреточках своих пропагандистов, которые не знают, что говорить. А молчать будешь, потом предъявят, почему молчал. Это же тоже проблема. Да, да. Так, интересная новость пришла из Латвии на прошлой неделе, власть Латвии усложнили процедуру продления вида на жительство. Для россиян, постоянно проживающих в стране, требуют теперь предоставить сертификаты о владении латышским языком на уровне А2 и анкеты об отношении к спецоперации, ну, не курской операции, естественно, а так называемой СВО, и отношении к Крыму. И, как по мне, это очень хорошее такое публичное, еще раз, признание адекватности человека. Ну, оно да, но там есть, как говорится, не все так однозначно, сейчас вам скажу. Во-первых, что касается знания латышского языка, это было обязательное требование на уровне А2 для любого, кто претендует на постоянное витнажистов, всегда. Такое было в Латвии, на временно не надо, постоянно обязательно, поэтому там ничего нового нет. А вот это новое требование, как говорят, что требование, я почитал, я пошел искать, где оно. Такой новости в Латвии нет. О, это интересно, расскажите, потому что я это взял туда. Да, а это пришло откуда? От того, что конкретный человек, конкретная женщина, значит, которая продлевала себе витнажительство, россиянка, проживающая в Латвии, его надо продлевать раз в 5 лет, постоянно витнажительство. Она прислала, выложила где-то в сети копию анкеты, в которой в новой этой анкете, новая образец анкеты, вот есть этот вопрос. То есть это не постановление правительства, это же как бы анкета, ее решает Министерство внутренней не делает, что там в анкете написано. То есть никто пока вслух об этом, даже вот я не нашел каких-то вслух об этом высказываний. Впервые действительно появилось на прошлой неделе, что она выложила эту анкету. Мы не знаем, это настоящее, не настоящее, но это, конечно, было бы очень хорошей мерой. Конечно же, да, конечно. Ведь такое в начале войны предприняли грузинские банки. Ровно такое дело. Грузинские банки, когда в Грузию ломанулись все, ну вот прям, я имею в виду февраль 22-го года, и россияне в огромном количестве, как вы помните, полетели в Тбилиси. Когда Тбилиси был забит россиянами буквально, то россияне... Полетели, там на границе же стояли с велосипедами, с самокатами. Да. И тогда все побежали в местные банки открывать счета, потому что как жить-то дальше? Напротив российских-то банков ввели сразу санкции. И банки устроили анкеты. Ну опять, там все это в электронном виде было, поэтому это все скриншоты везде гуляли, так как анкеты все электронные. И там был в частности вопрос, что нужно поставить галочку, что я признаю территориальную целостность Украины, Грузии, по-моему, Молдова, не помню, была ли там Молдова, конкретно, что я признаю Абхазию и Южную Осетию частью Грузии, Крым и Донбасс, территорию Украины. И скандал был страшный в России. Скандал был в среде такой, тогда еще даже не называлась русская оппозиция в этой ситуации, потому что это были какие-то непонятные люди, да, вот те, которые уехали. И я помню, тогда первая сняла фильм Ксения Собчак об этом, фильм о вот этих беженцах в Грузию. Это прошло меньше месяца с начала войны, когда она это сняла. Это прям буквально 2-3 недели. Это там, где она на входе в какой-то ресторан, ее не пускали. Да, в том числе. 2-3 недели прошло, и она показывает этот фильм. И там интервью с россиянами, которые пытались открыть счеты обанковские. И говорят, ну ничего себе, я как открою теперь счет? Если я это подпишу, то мне в России будет за это положено 20 лет тюрьмы, я что, дурак, что ли, подписывать такое? А наш украинский ответ был, мне кажется, простой. Ну в смысле как? Подождите, вы хотите жить в цивилизованной стране, но там вы должны это признать. Ах, вы собираетесь вернуться в Россию? Ну, раз вы опасаетесь 20 лет тюрьмы в России. Так если вы собираетесь вернуться, вам нельзя открывать счета цивилизованной. Извините, не для этого принимались санкции, чтобы вы в других странах счета открывали. Но грузинские банки не выдержали давления, я думаю, России. Плюс власть в Грузии, как вы знаете, сидит на двух стульях уже давно нынешняя власть, и они этот пункт убрали. То есть это несколько недель продолжалось, но в конце концов они этот пункт убрали и просто стали отказывать. Без этого пункта. Уже так не стало так просто, вот прям вообще не стало просто. А так открывали, пожалуйста. То есть пункт, и тебя откроем. А они стали просто отказывать, потому что они понимают, что они же не хотят попадать под санкции грузинские банки, поэтому они просто отказывают россиянам под благовидным предлогом. Они имеют право любому отказать, в общем-то. Имеют право по банковскому законодательству. Вот. И вот в Латвии, да, это, кстати, в Латвии очень активно обсуждался этот пункт. Он давно там обсуждался, то есть все. Я же бывал в Латвии за время войны два раза. Вот. И мне прямо местные, беженые, там много моих знакомых, друзей, новых знакомых, уже я познакомился с теми, кто сбежал от войны из России. Говорят, да, вот, похоже, нам надо будет сейчас подписывать такие бумаги. Ну, они понимают, подписывают. В Эстонии, кстати, на въезде одно время, сейчас не знаю, было, что на въезде подписывали такие бумаги. Нет, как по мне, очень правильная норма. Я бы еще это на камеру делал, не просто ручечкой галочку где-то, а на камеру. Открытый реестр. Да, да, открытый реестр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!